Продолжение следует... Это хирургический способ лечения. Однако у него есть два основных недостатка. Во-первых, у женщин, желающих и планирующих беременность, нарушается сама репродуктивная функция и возможность как зачать, так и выносить ребенка. И, соответственно, хирургический метод, он не позволяет и не убирает причину развития дисплазии и рака шейки матки. И эта причина уже известна. Это вирус папиллома человека и именно сиротипы высокого риска. Это 16 и 18 тип. Соответственно, частота возобновления болезни, рецидива болезни, как дисплазии, так и рака, она сохраняется после применения хирургических методов лечения, составляет порядка 20-30%. Вирус папиллома человека – это основная причина рака шейки матки. А возможно ли лечение этого вируса? Лечение вируса на сегодняшний день возможно. И тот стереотип врачей, который присутствовал и говорил о том, что этот вирус не лечится, это не так. На сегодняшний день появился метод лечения как дисплазии рака шейки матки, так и причины его вызывающей. Это метод фотодинамической терапии. А в чем преимущество этого метода? В первую очередь это органосохраняющий метод лечения, безболезненный и метод, который позволяет полностью удалить как измененные раком и дисплазией клетки шейки матки, так и убрать причину. Придракой рака шейки матки – это элиминировать, удалить вирус папиллома человека из мест его локализации, которым является шейка матки. А кто занимается у нас в России этой методикой? На сегодняшний день немного специалистов занимаются, но мы в рамках, в стенах Сеченовского университета занимаемся как лечением предрака, так и рака шейки матки методом фотодинамической терапии. Параллельно идут научные исследования в институте Герцена, и сейчас уже фактически происходит набор опыта и обмен этим опытом, набор клинического материала, набор пациентов, которым достаточно успешно лечится как предрак и рак шейки матки, так и вирус папиллома человека. Эффективность метода составляет более 85%. А в мировой практике этот метод используется или это больше прерогатива наших ученых и врачей? Наиболее широко применяется в России этот метод. В западных источниках такие работы появляются, но их немного.